Народы еще одного региона мира ищут варианты своего нового самоопределения. Да, мир меняется. За эти 20 лет он страшно изменился. Теперь каждого, кто не согласен с американцами, бомбят. Демократия, Россия, 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 Россия. Катара, находящиеся в Ливии, активизировали операции в Триполи. Это НАТО и Америка бомбит Ливию. Это вранье. Североатлантический альянс признал, что жертвами авианалетов стали мирные жители. Какое надо иметь содержание внутри самого себя, чтобы видеть натовские бомбардировки Ливии и говорить о том, что это более изъявление ливийского народа. Мы хотим свергнуть Гадабби в Ливии и Ассадов в Сирии, потому что хотим выгнать Китай и Россию из Средиземноморья. Неужели уже не ясно, что эта чудовищная мерзкая заваруха ведет к гибели ливийского народа и к дестабилизации мира? Китай. Я благодарю, что мы смогли бы быть. В следующий американец Евбаспедии в США. Я очень рад, чтобы вернемся к вашему стране. Угрушение СССР и Варшавского блока было много внутренних причин, но ЦРУ годами выращивало внутренние движения для подрыва соцблока. Нестабильность, которую они создали в 90-е годы, США использовали для окружения России военными базами. В 90-х Россию заставили пройти через все круги ада. Рецепт был тот же, что в Латинской Америке – разрушить экономику здравоохранения самого государства. Это была гигантская, спланированная пират. КОНЕЦ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не признавать результаты парламентских и президентских выборов в России с такими требованиями выступили представители России перед участниками Международной конференции Хельсинки 2.0. КОНЕЦ 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 Народ в восторге потянулся к ним. Он решил, что они будут отвечать на его проблемы, на его боль, на его мечты. Что они сделали? Они стали обсуждать свою сливочную повестку дня. Они показали, что им наплевать на сирах, обездоленных, на их боль, на их ужас, на все остальное. Что у них есть своя повестка дня. Сливочная, норковая, замечательная. Когда люди, я же это вижу, когда люди на Болотную приезжают на мерсендесах, приезжают бизнесмены, люди со своим бизнесом, в хорошей одежде. Как я это правильно, кажется, называю, что это такая норковая революция. Ученые, инженеры, педагоги, врачи. Им места нет. Эти группы, которые в Америке являются ядром. АПЛОДИСМЕНТЫ Место им, у Параши. Туда идет Полина Дерипаска, туда идет Светлана Бондарчук. Дина Канделаки. Дина Канделаки, важен. Та целевая аудитория, которая покупает бриллианты, турбионы. У нее много претензий к системе. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Народ хочет остановить взорвавшуюся, заворовавшуюся власть. Я уже выбил людей на митинг протестовать против власти. И ее оборзелого двойника в лице. Рыжкова, Касьянова, которые были во власти, так сказать, жировали так же, как и они. И так далее. И мы говорим, вот это оборзелый двойник. Но говорящий на языке фундаментального неравенства, классовой ненависти, называющих тех людей, у которых нет богатой одежды, необразованными, людьми второго сорта и так далее. Мне даже вообще неприятно говорить слово «общество» и к нашему народонаселению. Это вообще понятие, по-моему, сейчас, в настоящий момент, неприменимо. Ватники – это вроде бы как бедный люд. Они, поскольку бедные, то они бюджетно-зависимые. Они не самостоятельные. А те, кто, грубо говоря, в норках, то есть независимые люди, образованные люди. Та целевая аудитория, на которую идет продажа вот этой дорогой рекламы, не творожка и домика в деревне на Первом канале, а дорогих вещей. Вот эта аудитория, думающая и мыслящая, как-то так оказалась, что она не на стороне правильщего режима. Пос sos 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 nós. Та такая же – это счастлива. Какие – что, Sara? Ребят оставляешь. Та пенсия. Таer, ветра, которая нам не так стал, к��들кущик, к breathe, какая-то малость. Та мать – чтобы щелever, когда покналюшалась. О чем говорит наш опьяненный креативный класс? Он уже договорился до того, что он класс-гегемон. Слышали? Гегемон. Либералы много лет проклинали коммунистов за то, что они вообще говорят о классах и о гегемоне. Теперь сказано, это класс-гегемон. Вот начинается митинг. Потом, упаси бог, против него начинают вставать войска. Но это еще полбеды. Потом одни снайперы бьют войска, а другие в митинг. И начинается свалка и все, что угодно. Здесь сидит господин Полецкоц, который сейчас выиграл дело, согласно которому советские солдаты не стреляли в литовцев тогда. Пострадали люди. Растоптаны судьбы. Произошла геополитическая катастрофа и вдруг выяснилось, что все, что тогда говорило большинство изданий, ложь. Вильнюсский суд это признал. Те страны, которые решились отказаться от американского контроля или даже ограничить его, могут быть уверены в том, что США попытаются сместить их правительство. Как? Если в стране выборы, будут использованы выборы. Они попробуют вмешаться и используют все виды провокаций, чтобы на них победили партии, лояльные США. Благодаря Богу. Почему вы сегодня сюда приехали? Костя, пошел. Здравствуйте, а вам нужно задать пару вопросов? Нет. Костя, здравствуйте. 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 А вы все такие? Все оппозиционные партии сразу же пошли на поклон господину Максову. И еще раз придут. Я считаю, что получать деньги от ЦРУ гораздо приличнее, чем получать деньги от ЦК ХПСС. Развалился Советский Союз. Это априори плохо. Я вот, например, совершенно не считаю, что это офигительно, что он развалился. Остановить власть и ее оборзелого двойника. Ее оборзелый двойник – это Рыжков, Касьянов, Немцов и другие, которые волокут в распад страны. Вопрос в том, чтобы мы прислушались к словам наших врагов, которые говорят о том, что в России будет реализован ливийский сценарий. Чтобы народная благородная энергия двигалась людьми, которые двигают ее в целях и в интересах народа, а не в интересах иноземных держав, не в интересах авантюристов, не в интересах людей, которые хотят добыть себе еще большие привилегии и еще больше ограбить народ. И я сделаю все мыслимое и немыслимое, для того, чтобы в этот сценарий со снайперами, которые стреляют по войскам и по народу, грязными, чужими, иноземными снайперами, не было реализовано. Мы выдвинем против этого армию народных миротворцев, а не войска. Мы будем бороться за свободу народа, но мы не позволим, чтобы эту свободу повернули против народа в иноземных интересах и для того, чтобы Россию развалили.